Приветствую вас, мои замечательные. Вы на канале Творческая Мануфактура Ольги. Меня зовут Ольга. Я тут маленько отвлекаюсь. Ладно, сейчас начало сделаю. Надевают собачку. Значит, что? Первое. Был небольшой у меня перерыв, хотя нет кого обманывать. Был большой перерыв. Несколько дней я вообще практически ничего не делала. Несколько дней я что-то делала, но сказать, что что-то прямо глобальное сделано, нет, конечно. Так, я раскроила, значит, подушки. Сейчас я буду стараться быстро шить, а потом попозже покажу. Так, это первое. Первое. Сейчас покажу сразу, что я делала еще. Так, и я не знаю, что там видно. Ну, в общем, вот такое платье. Это платье 60-го размера. Такими... Понятно, что черный цвет не очень все передается. Зависла я на таких вот, ну, как бы рукавах. Хотя это не рукава я... Ну, в общем, посмотрим, что я тут буду делать. В итоге, может быть, вообще ничего не буду делать. Неправильно рассчитала длину необходимой этой ленточки. Ну, в общем, посмотрим. Оно асимметричное. Юбка пока просто еще не приколота, не пришита, ничего. И много-много еще этих завязочек шить. Это самое нудное занятие. Потому что прежде, чем прошить завязочку, надо ее сметать. Без сметки вообще никак не прошивается, не сшивается и так далее. Вот. Один день вообще, наверное... Ну, да, один день был, когда мы полностью с Ясеньком просто... Единственное, что вставали, это вставали поесть. Все. Вообще пролежали. Мне так не хотелось шевелиться. И, честно сказать, иногда, я думаю, надо было, наверное, как хотелось. Не один день, а два-три дня таких прямо просто отлежаться. Вообще не хотелось шевелиться. Но в какой-то момент, на второй вот день, когда такая, думаю, нет, если я сейчас вообще не буду ничего делать, потом мне будет еще хуже. Так, это первое. Что следующее у нас идет? Посмотрим, кстати, когда делаю замки, я последнюю... Ну, изначально, я бывает либо на машинке, либо вручную расшиваю такие стопики, потому что... Не ровен час это дерну, и слетит собачка. То есть я прошиваю просто несколько таких стежков. Потом я закреплю на машинке уже, когда я вошью молнию, тогда закреплю. Так, ну и все на этом, наверное. В принципе, что я думаю? Я, наверное, сейчас... Давайте так. Вот я с вами поздоровалась. Что-то у меня там были какие-то несколько подключений. Я их соберу и буду снимать уже, наверное, нормальный какой-то влог. Ну, по несколько дней. Наверное, давайте я сделаю так. Поэтому, как поздоровалась, сразу попрощаюсь с вами до новых встреч. Не знаю, надо ли делать... Хотела делать этот прямой эфир, но вот как-то это... Не ж могла я, не ж могла. Поэтому все. Давайте вы посмотрите это типа видео мое. Как такую зарисовочку. И все, наверное. А я сразу же могу так ощущение, что по мне кто-то ползает. У меня кошмар. Ну что ж. Так что до новых встреч. Я начинаю нормально, как обычно, работать. Это единственное. Я сегодня планировала начать работать на полтора часа раньше. Но, во-первых, стало чуть позже. Во-вторых, что-то получилось. То одно, то тридцам. То олень, то тюлень, то еще что-то. Поэтому сейчас я буду быстро-быстро работать. И буду показывать. Наверное, как-то так. Посмотрим. Так что до новых встреч. Вчера я не перешагивала порог в мастерской. А сегодня я попробую найти себя. Попробую найти силы. Возродить свое движение. Я не знаю, как будет, что получится сегодня. Что, честно скажу, на сегодня у меня, как и вчера, у меня нет никаких планов. Поэтому, ну что ж. Платье вот так вот сиротливо лежит. Потому что я распарывала. Там один шов, который мне не нравится. Одним словом, ремонтик, да, как хочется сделать ремонтик. Но это все потом. Что ж, давайте я попробую, а потом покажу, уже скажу, получилось что ли нет. Но это будет, то, что это не будет касаться работы, это точно. Так, время пятница. И сколько-то уже часов. Один день я провела. Вообще ничего не делала. От слова, вот прям совсем ничего. Ясенько просто с места на место перекатывались и все. Если была бы еще возможность не готовить, я бы и не готовила. Но у меня этой возможности не было. Поэтому я бы вообще просто лежала. Но, вчера я уже начала потихоньку. Ну, это как, это не работа. Это вот просто то, что, то, что меня не напрягает. Вот, вот что я вам скажу. Такой-то, то есть моменты меня не напрягает. Вот. Поэтому, что я решила? Сейчас я некоторое количество времени посвящу еще вот этому, это, как, тому, что меня не напрягает. И если успею за это время сделать это, я покажу. Если не успею, то не покажу. Ну, судя по тому, что сижу с иголкой, значит, это шитье. Я, был момент, я... Я не знала, что мне лучше, как. То есть, один день вот тут провалялись мы, прозалипали в телефоне, что-то просто просидели. Говорю, вот это какой-то такой... Все, на следующий день, я понимаю, все больше, ну, вот прямо совсем ничего вот так не делать. Я не могу, надо что-то делать. Наверное, это... Ну, еще в чем нюанс? Если бы у меня были, наверное, книги, я бы, это, реально бы, залипала бы с книгами. К сожалению, у меня сейчас книг нет, поэтому возможности позалипунькать в книге у меня нет. Ну, и ладно, как бы такое тоже бывает в жизни. Вот, поэтому я зашла в мастерскую. Я работаю сегодня, ну, мы видим, в мастерскую, второй день. То есть, я вчера зашла в мастерскую. Причем сказать, что полезными делами, говорю, какими-то прямо я не занималась, потому что не занималась. И такая хожу по мастерской, думаю, чем бы себя, как это, занять. И это вроде как хочется, и это... То есть, слово надо я вообще вчера не использовала прямо. Вот. Поэтому взяла кое-что и начала кое-что делать. И это кое-что я покажу попозже. Вот. Я сейчас... Да. Я сейчас распишу график. Ой, как это? Ой, что-то ухи загудело. Первое. Как привязать кота? Конечно, я думаю, что надо виноградинки. Клац-клац! Чтобы меньше суетился. Три кота сидят... Ну, вот они здесь рядом и следом ходят. Ну, максимум вот недалеко отходят. Оскар же... Это просто мрак. Это просто мрак. Я вчера уже в 10 часов ходила, орала его. Пришел этот паразит. С утра я... Ну, мы его причем каждый день пытаемся в последние дни держать дома, не выпускать. Но все равно, говорю, получается. Ясенька, тоси-боси и Оскар в двери. Сегодня, вот, говорю, мы, получается с Ясей вдвоем. Не то, что я ему говорю, да, заходи, проходи. Мне надо было Оскара за шкварку-то взять и все. Но он как бы был в комнате. Поэтому, ну, в общем, очень быстро он вышмарнул. Поэтому, не знаю я. Вот такой паразит. Да, паразит. Так, ну, это первое. Но мы сейчас с вами не об этом. Я, наверное, начну с... Уже... Ну, я не знаю. Я знаю, что... Ну, то есть я себя знаю, поэтому говорю, да. Но, как бы сейчас все не было, я сегодня начну, наверное, писать какие-то планы. Но не такие, прямо как... И опять перейду на планы... Как это? На планы, да, эти, как раньше-то говорились. На плановое производство. Наверное, как-то так. А что делать? Сегодня уже поработать надо, поэтому сегодня буду работать. Сейчас еще что-то поделаю. Что-то. А потом уже перейду на работу. Все. Так что, ну, и буду потихоньку показывать, что я делаю-то. Так. Еще что-то хотела рассказать. Ну, полезительного ничего не сделала. Так что, ладно. Сегодня точно еще подключусь. Я надеюсь, сегодня будут какие-то результаты уже. И буду показывать. Так. В Сбирыче вчера вечером, прямо вечером, пришло сообщение, что... Ну, короче, я не знаю там как, но, в общем, все. Приняли в производстве. Нет. Ну, короче, все. Типа, будут деньги на счету, будут деньги у меня, будут сниматься с своего счета. Поэтому как-то так. Ну, что ж, мои хорошие. Ну, а то, что я делаю, покажу, погодя. Так что, до нового подключения. К сожалению, вот такое ночное подключение сшила воротник. Простой. Он на самом... Ну, я его пристегнула, в общем, брошью уже. Он двусторонний. То есть, можно перевернуть и просто вот той стороной наружу делать. Это единственное, что я сегодня закончила. Ой. Так только что хорошо лежал. Ну, в общем, вот так. Вот такой воротничок. Не знаю, как посотографировать-то. Ну, вообще, все аккуратнечко, ровнечко. Вот такой. Я перевернусь в другой стороны. Ну, и вот так вот он со стороны спинки. Единственное, что... Ну, стык, в общем... Ну, неважно уже. Можно было перевернуть, не стало. Ничего переворачивать. В общем, вот такой воротник. И брошь. Это единственное, что я сегодня сделала. Восторг. До встречи. Продолжение следует...